Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия оборудования для тепловой обработки, которая применяется на мясоперерабатывающих предприятиях. Тепловая обработка – один из основных и наиболее часто применяемых технологических процессов, в результате которого сырье и мясопродукты претерпевают сложные физико-химические, структурно-механические и другие изменения, связанные с поверхностным или объемным проникновением теплоты в продукт. Цель тепловой обработки может быть различной. Подготовка сырья к дальнейшей технологической обработке, доведение продукта до состояния готовности к употреблению в пищу, предотвращение или уничтожение развития микрофлоры в готовом продукте или при его хранении. Выделение из сырья составных его компонентов. Изменение структурного состояния продукта. Тепловая обработка осуществляется следующими способами. Погружением в жидкую среду, вода, растительное масло и другое. Воздействие паром, воздухом, паровоздушной, пароводяной, дымовоздушной смесью, электроконтактным нагревом, энергией СВЧ, инфракрасным излучением, комбинированием перечисленных способов. Среда, которая передает теплоту продукту, называется теплоносителем. Передача теплоты продукту может быть прямым контактом или через теплопередающую стенку поверхность. Пар, как теплоноситель, в первом случае называется острым, а во втором случае глухим. Для тепловой обработки сырья и мясопродуктов применяют оборудование непрерывного и периодического действия. В зависимости от глубины проникновения теплоты в продукт, оборудование можно разделить на две. группы для поверхностной и объемной обработки. В первую группу входит оборудование для шпарки и опаливания. Оборудование второй группы предназначено для варки, запекания, охлаждения, пастеризации, стерилизации, вытопки, жира, обесклеивания шрота, деаэрации, копчения, сушки и выпаривания. Рассмотрим требования безопасности при эксплуатации оборудования для тепловой обработки мясопродуктов. Производственные помещения, где устанавливают камеры для термической обработки колбасных изделий, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и оборудованы средствами пожаротушения, находящимися рядом с входом в камеры. Помещения, где расположены топки обжарочных и коптильных камер, автокоптилок, должно быть изолировано от других помещений. Расстояние от фронта топок до противоположной стены должно составлять не менее двух метров. Ставить около топок какие-либо предметы, загромождающие проходы и способные вызвать пожар, запрещается. Металлические ящики для золы должны иметь изолированные ручки. Место для выгрузки золы отводится по согласованию с пожарной охраной и санэпидстанцией. Дымогенераторы необходимо устанавливать в отдельном помещении, которые оборудуют механической общеобменной вентиляцией из верхней зоны. Загрузка опилок в топку должна быть механизирована. В конструкции кожуха вентилятора и дымоводов в наиболее низких их частях следует предусмотреть устройство для отвода конденсирующихся смоляных вод. Во избежание попадания искры золы в коптильные камеры после дымогенераторов должны быть установлены искрогасительные ловушки. Дымогенератор должен быть термоизолирован таким образом, чтобы температура наружных поверхностей на рабочих местах не превышала 45 градусов Цельсия. Обжарочные и коптильные неавтоматические камеры необходимо снабдить решетками, предохраняющими от падения работающих в шахту. Решетки должны быть прочными, исправными и периодически подвергаться чистке. Размещать решетки следует на расстоянии от уровня пола пламени, не менее чем на полтора метра. Обжарочные и коптильные камеры оборудуют зонтами местного отсоса. Выгрузку рам из камер необходимо проводить при помощи специальных багров. Двери термокамер должны быть сблокированы спусковым устройством. При открытой двери прекращается подача пара и вращение вентиляторов. Загружать колбастое изделие в камеру, а также перемещать их по подвесным путям следует по одной раме, толкая ее от себя. При этом руки рабочего должны упираться в верхнюю часть рамы, не ниже ее середины. Загрузочные и выгрузочные дверные проемы автокоптилок должны иметь сплошные барьеры высотой не менее одного метра, предохраняющие рабочих от падения в них. Двери должны открываться только наружу из шахты. Автокоптилки должны быть оборудованы в местах загрузки и выгрузки двухсторонней звуковой и световой сигнализации. Приводить автокоптилку в действие необходимо только с одного места. Кнопки стоп устанавливают у каждого рабочего места, где происходит загрузка или выгрузка продукта и на раме привода. Все нагревающие части ротационной печи, доступные для обслуживающего персонала, должны быть изолированы во избежание ожогов. Ручки на загрузочных дверцах должны быть изготовлены из материала с низкой теплопроводностью. Над печами по их фронту необходимо устраивать приспособления зонты вытяжной вентиляции для удаления газов. Для защиты от ожогов рабочие, обслуживающие ротационные печи, должны быть обеспечены рукавицами и нарукавниками. Варочные котлы, работающие под давлением, должны быть оборудованы манометрами и предохранительными клапанами, отрегулированными на предельно допустимое давление. Отвод охлаждающей воды осуществляется в канализацию закрытым способом с разрывом струи. У котлов для варки окороков необходимо предусмотреть металлические столы. Загружать окорока следует в пустые котлы, после чего добавлять воду. Над открытыми варочными котлами нельзя устанавливать запорную арматуру. Котлы для варки и паропроводы должны быть термоизолированы. Температура наружной поверхности теплоизоляции не должна превышать 45 градусов Цельсия. Крышка должна плотно закрывать котел. На ней должен быть установлен клапан, предохраняющий от повышения давления внутри котла. Крышка котла оборудуется противовесом и удобными и безопасными приспособлениями для ее открывания. Опрокидывающиеся котлы снабжаются устройством, предотвращающим их самоопрокидывание. Высота верхней кромки котла от площадки обслуживания должна быть не менее 1 метра. Перфорированные корзины для загрузки сырья в котлы должны иметь надежные фиксаторы, створок, днища и приспособления для подвешивания на крюк подъемного механизма. Оборудование для бланширования мяса в производстве консервов должно быть оснащено предохранительными клапанами, манометрами, терморегуляторами, указателями уровня воды, конденсата-отводчиками и запорной арматурой. Уровень воды в бланширователе должен быть на 200 мм выше барботера. Бланширователь оснащается устройством, отключающим подачу пара при понижении уровня воды. Все движущие части его – шкивы, валы, зубчатые колеса должны иметь надежные защитные ограждения. Обжарка мяса и мясопродукта на газовых плитах осуществляется на противнях, имеющих прочные ручки для их подъема и снятия. Для выгрузки обжаренных продуктов предусматривают специальные широкие и плоские дуршлаки с крупными отверстиями, исключающие разобрызгивание горячего жира. У плиты должен быть установлен металлический стол для противней и других форм. Автоклавы и стерилизаторы допускается устанавливать в отдельных производственных помещениях по проектам, разработанным специализированными организациями и утвержденным в установленном порядке. Автоклавы и стерилизаторы должны быть снабжены исправными контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами. Оснащены блокировочным устройством, исключающим возможность открывания крышки при наличии в них давления. Контургрузы крышек автоклавов и стерилизаторов должны быть ограждены, а их масса отрегулирована так, чтобы исключить возможность самопроизвольного опускания крышек. При выемке банок вручную они должны быть предварительно охлаждены до температуры 30 градусов Цельсия. Стерилизаторы непрерывного действия должны иметь блокирующие устройства, отключающие привод аппарата при заклинивании банок в направляющих. Загрузка и выгрузка автоклавов корзинами с банками должны быть механизированы при помощи электротари и тому подобное или автоматизированы. Стеклянные банки должны загружаться в автоклавные корзины с перемещающимся дном. Рабочее место укладчика должно быть рядом с конвейером, по которому движутся банки с готовой продукцией. Около рабочего места должны быть вращающийся накопительный стол, автоклавная корзина с перемещающимся дном, специальная тара для сбора стеклобоя, щипцы и крюк для уборки стеклобоя и рукавицы. Экстракцию желатина из полуфабриката проводят в варочных аппаратах с рубашками, которые снабжены манометрами, термометрами и предохранительными устройствами, оборудованы площадками обслуживания. Аппарат должен быть снабжен плотно прилегающей крышкой и местным отсосом водяного пара. На паровой линии, ведущей к аппарату, должны быть установлены рабочий и контрольный вентиле. Загрузка варочного чана должна быть механизирована. Перекидной шланг прочно закреплен на загрузочном трубопроводе. При загрузке сырья через шланг держать его руками запрещается. Чистка аппарата и выгрузка из него шлама производится после охлаждения аппарата и шлама при закрытых рабочих и контрольных вентилях на паровой линии. Для спуска в варочный чан необходимо пользоваться специальной лестницей. Вакуумные горизонтальные котлы для выработки сухих животных кормов устанавливают в отдельных производственных помещениях по проектам, разработанным специализированными организациями и утвержденным в установленном порядке. Для проведения ремонтных работ внутри котла, а также на случай вынужденных перерывов при загрузке котла должно быть предусмотрено специальное ограждающее устройство загрузочной горловины, предупреждающее падение людей в котел и попадание посторонних предметов. Котлы необходимо оборудовать приборами контроля и регулирования давления в рубашке и корпусе. Ежесменно следует открывать предохранительный клапан и проверять манновакууметр. На крышке загрузочной горловины должен быть установлен пробный кран, открыванием которого проверяется отсутствие давления в корпусе котла перед открыванием горловины. На загрузочных и разгрузочных горловинах следует предусмотреть блокирующие устройства, предотвращающие открывание крышек при наличии давления в котле. На крышке загрузочной горловины вакуумного котла должен быть установлен козырек, предохраняющий оператора от случайного выброса продукта и ожогом паром, и не позволяющий отвести крышку в сторону без ее подъема, достаточного для сброса давления. Для открывания разгрузочной горловины вакуумного котла должно быть предусмотрено дистанционное управление. Для удаления остатков шквара из котла необходимо иметь специальный скребок длиной не менее двух метров. Площадки перед разгрузочными горловинами котлов должны быть шириной не менее двух метров. При эксплуатации линии производства сухих животных кормов управление ею должно осуществляться с пульта управления. Обезвоживатель следует оснащать манометрами для определения давления греющего пара в корпусе обезвоживателя и в полом шнеке. Благодарю вас за внимание. Поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях и мессенджерах, подпишитесь на мой канал. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!